Девушки отдыхают Девушки отдыхают Не самое обычное преступление Они уже общаются с сенаторами Поторопитесь или всем придется туго Эти люди опасны Вам двоим конец Для тебя главное победить Больше тебя ничего не интересует По крайней мере у меня хватит смелости проиграть ради правды Крис Эванс Прокол Порой самый яркий луч прорывается из кромешной тьмы Городские живут в новомодных квартирах Да только воздух у них такой грязный Они даже звезд не видят Какими же дураками надо быть, чтобы так жить? Доктор Кейли говорит, нам нужна настоящая школа Настоящая, значит? Вот где настоящая жизнь, детки И она всему вас научит Основана на реальных событиях Ты ему расскажешь? О нас Ты нас стыдишься, потому что мы предпочитаем другой образ жизни Когда ты потеряла любовь к приключениям От режиссера фильма «Короткий срок 12» Встаем, детки! Дорога нас ждет! Опять коллекторы! Детям надоело приезжать в другой город каждый раз, как тебя увольняют Все это беготня, вопрос времени Как подыщем себе идеальное место? Начнем строить свой замок Здесь нет ни водопровода, ни электричества Не слушайте ее, она лишена воображения Смотрите летом Мои родители-сквоттеры живут в заброшенном доме в Исцайде Хочешь сказать, что ты сейчас счастлива? Да, счастлива По мотивам мемуаров Джанет Уоллс Мы не такие, как все В нашем сердце плывает огонь Ты способна изменить мир, а предпочитаешь серость Как думаешь, почему мы от тебя сбежали? Мы задыхались Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось Но я не позволю сидеть в тени только потому, что тебе страшно Ты должен был нас защитить Ты вправе сердиться, но я знаю, ты его любишь И будешь жалеть, если не вернешься домой Бри Ларсон Готова Вуди Харрельсон Бежим! Наоми Уотс Не в меня ты пошла В тебя И я рада Стеклянный замок 11 августа В этом мире есть волки и есть овцы А вы всего лишь два усталых странника, сбившихся с пути Поэтому сейчас мы вас окрестим водой Я как-то больше закрещение огнем Как скажешь Запишись в мою школу бойцов и стань зверем Вот этому он хочет посвятить всю свою жизнь Точно Еще раз, юноша в одних трусах с особенностями развития, видевший мир только по телеку, сбежал у вас из-под носа И он вам дорог? Очень Тогда найдите и верните его Чего ты за мной увязался? Может, ты станешь моим настоящим другом? Будем скитаться и оттягиваться Зависать по полной Твоя бойцовская школа в Эдоне? Да Пока мы на этой дороге, нам по пути Я тебя подброшу Я ищу пропавшего человека, вы его не видели? Да ты везунчик Видел твою подругу или нет? Похоже, мы обувь бега Молодцом Правило первое – не отставать Правило второе – я главный Какое первое правило? Тусить по полной? Нет, не тусить Давай Зак, ты ведешь наивного ребенка черт знает куда Все ясно, пока ты перекладывала бумажки, мы познавали жизнь Хо-хо, ну ты дает Тайлер, я подарю тебе все мои желания на день рождения Я дал слово, что отвезу его в бойцовскую школу Ты правда верил, что мы отправимся в круиз на плоту? Да, я понимаю Эй, Элинор, не хочу домой! И долго нам плыть? Примерно столько Это что, на карте мира? Да Настала пора возвращаться Мы можем стать семьей Друзья – это семья, которую ты выбираешь У каждого рестлера есть псевдонима Давай, выбирай Сокол Арахисовый сокол Арахисовый сокол. О боже, они называют тебя гением. Я автор бестселлера. Я заслужил красивую жизнь. Ты уже работаешь над новой книгой? Она будет об Америке. Всей целиком. Ну вот она и готова. Заносите ее. Прошу. Справимся. Как скоро? За девять месяцев, если не захочешь, что-то добавить. Я написал еще одну главу. В книге пять тысяч страниц. Намек понял. Так, режем, режем, режем. Ты работаешь два года, все ночь напролет. Ты представляешь, каково это возвращаться каждый вечер в пустую квартиру. Его увел у меня твой муж. Дочери уже забыли, как ты выглядишь. Это моя работа, мое дело. За два года ты сократил всего сто страниц. Каждую из них я вырывался слезами и кровью. Ты бы не поступил так с Хемингуэем и Фитчеральдом. Хватит. От тебя я этого не ожидал. Ты просто боишься жить. Жить можно и по-другому. Да, у тебя тысячи поклонников. Но несмотря на все твои миллионы красивых слов, ты понятия не имеешь, что значит жить. Макс превратил меня в калеку. Он исказил мое творение. Он исполнил твои мечты, сделал тебе карьеру. Посмотри, что встало со мной. Мне обидно и больно. Я не могу игнорировать свою работу. Выбирай Том. Прямо сейчас. Из-за этого мы издатели теряем сон. Мы делаем книги лучше или просто другими? За всю жизнь до тебя у меня не было друзей. Ты не представляешь, через что я прошла, чтобы смотреть на тебя и ничего не чувствовать. Такие писатели, как Том, встречаются раз в жизни. Дочери тоже на всю жизнь. Я хочу добавить в книгу еще один абзац. Боже, начнем что-то добавлять, нам конец. Книга посвящается Максвеллу Эвертсу Перкинсу. Автор надеется, что эта книга окажется достойной его. Хорошо, что мы не занимались с тобой любовью. Я уже и забыл, каково это — любить кого-то. Совсем забыл. Я был рожден, чтобы чувствовать. Мне было суждено стать писателем. Стать Джеппом Гамбарделла. С днем рождения, Джепп. Да здравствует Рим. Это моя жизнь, но все это — ничто. 40 лет тому назад я написал один-единственный роман. Да его даже в книжных магазинах не продают. Какого черта ты несешь? Твой роман «Человеческое тело» просто шедевр. Я люблю фотографировать саму себя. Хочешь посмотреть? Конечно. Почти сразу после своего 65-го дня рождения я совершил одно важное открытие. Я понял, что не могу больше делать то, что мне не хочется. Ты изменился. Стал таким задумчивым. Как тебе министру на Джеппино? Как ты меня назвал Аджеппино, так меня уже лет сто никто не называл. Я чувствую себя старым. Ну так ты и не молод. Я тут подумал, буду снова писать. Это же потрясающая новость, Джепп! Ну что скажешь? Будешь моим вице-президентом. Решайся. Ты мне нужен? Ну, Джордж, я... возглавляю большую корпорацию. Я был министром обороны. Главой администрации Белого дома. А вице-президент это, в общем, должность символическая. Ага. Однако, если мы придем... к иному... пониманию, я мог бы взять на себя рутинные... дела. Контроль госаппарата, армии, энергетики, и... внешней политики. Ну да. Мне нравится. Пока у тебя в руках власть, ее будут пытаться отнять. Ты стал еще жуще, чем раньше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мы договорились или как? По рукам? Я полагаю... мы с тобой сработаемся. Хе-хе-хе. Добро! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Увлекаетесь политикой, мистер Гейнс? Нет, сэр. Хорошо. Мы в Белом доме не выносим политику. Я Сесиль Гейнс. Новый дворецкий. Основано на реальных событиях. Ты ничего не видишь и не слышишь. Ты прислуга. Знаете, он ведь сам нашел эту работу. Белый дом его пригласил, он не напрашивался. Но терпится услышать все сплетни. Не знаю, что ты из него вытянешь. Похоже, он дал обет молчания. И я так тобой горжусь. Режиссер Ли Дэниелс. Ты учился в смешанной школе, Сесиль. Я не ходил в школу, господин президент. Я вырос на хлопковой плантации. Иди работай. Не выводи его из себя. Это его мир. Нам просто дозволено в нем жить. Однажды ты всего добьешься. Человек с непростым прошлым. Вам нужна помощь? Ты разбил витрину, украл еду, а теперь просишь взять тебя на работу? Я умею работать. Вошел в историю. Говорят, этот белый славный малый. Для меня будет огромной честью работать с вами ближайшие четыре года. Доктор Кинг, чем занимается твой отец? Он дворецкий. Братиш, черные слуги сыграли не последнюю роль в нашей истории. Кое-что произошло, пап. Господин президент, я знаю, что твой сын один из писателей свободы. Поворачивай! Все на выход! Я так до конца и не осознал, через что тебе пришлось пройти. Ты изменил меня. Форест Уитакер! Движение черных развернулось вовсю. А я дал добро, чтобы отловить этих ублюдков. Опра Уинфри! Ты понимаешь, что они убьют тебя? В этой стране с нами обращаются как с собаками. Ты не тюремщик, так что уходи. Что? Проваливай к черту из моего дома! Простите, мистер Батлер, вы же у нас герой. Все, что у тебя есть, ты получил благодаря тому самому дворецкому. Дворецкий. Скоро. Судовой журнал. Последняя запись. Мы со споком единственные выжившие. Энтерпрайз, ответьте, прием. Доброе утро, Венди. Доброе утро, Скотти. Пройдемся по нашему расписанию. Просыпаюсь и иду на работу. Заходите в Синнабон. Не желаете булочку? Как сценарий. Пишу о том, как спок отправляется на глубокий космос 9. Звучит очень круто. Три часа дня гуляю с Питом. Шесть вечера. Смотрю перед сном Звездный путь. Присылайте сценарии лучших моментов из вселенной Звездного пути. На следующей неделе приезжает ваша сестра. Объявлен конкурс на лучший сценарий для Звездного пути. Мы сходим на почту, а потом вместе домой. Скажите, Отре, что я уже готова ехать домой. Пожалуйста, приготовьтесь. Дышите. Сценарий нужно прислать не позднее 16 февраля. Куда билет? В Лос-Анджелес. Водитель, моему другу нужно пописать. Пит, даже не смей! Вот почему нельзя писать в автобусе. Мы с моим парнем как раз в Лос-Анджелес едем. Хочешь с нами? Ро 162, блондинка. Это она. Эй! Я знаю, что он герой Звездных войн, но чем этот Кирк вообще знаменит? Она неизвестно где одна. Она очень смышленная девочка. Дай сюда. Верни мою тетрадь! Где я? Вы в больнице головой ударились. Она выпрыгнула из окна! Как она смогла сбежать? Клингонский. От продюсера Джуно. Ваша сестра самый сложный и одаренный человек из всех, кого я знаю. И продюсера «Мне бы в небо». У каждого своя жизнь. И со временем в ней не остается места для тебя. Капитан, с точки зрения логики двигаться можно только в одном направлении. Вперед! В космосе свет достигает пункта назначения порой лишь через миллионы лет. Вы в курсе, как сложно описать то, что для тебя важнее самой жизни? Он летит в полной пустоте в надежде кого-нибудь встретить. Поразительно. А что дальше? Неизведанное должно манить нас, а не пугать. Пожалуйста, приготовьтесь. Как звали дочь Леонардо Маккоя? Джоанна. Обалдеть! Плати! Ромен! Ромен, сынок! Ромен, тебе посылка! Никогда еще сын так не ненавидел свою мать. Ты станешь генералом! Но именно этот смех сделал меня тем, кто я есть. По мотивам шедевра Ромена Гарри, я был решительно настроен стать всеми, кем она ждала. Нет, только не художником. Ван Гог в 35 лет застрелился. Ты станешь знаменитым при жизни. И мы сошлись на литературе. Три причины заслуживают того, чтобы за них драться. Женщины, честь и Франция. Ты станешь вектором его. Что тут происходит? Да отстань ты от меня! Займись собственной жизнью! Мысль, что мать умрет раньше, чем сбудется все, чего она ждет от меня, была невыносима. Ярнине? Я должен был написать бессмертный шедевр и стать гением французской литературы. Шарлотта Гинсбург. Я дал себе слово оправдать ее жертву. Стать достойным ее. Это станет делом моей жизни. Ты не пишешь уже несколько месяцев? Да, просто идет война. И я не могу выполнить то, что ты хочешь. Я болен. Ты что? Я обещала всем, что ты спасешь Францию. Ты будешь драться до победы. И я запрещаю тебе умирать. Держи! Держи выходу! Обещание на рассвете. Фильм Эрика Барбьер. Нельзя так сильно любить одного человека, даже если это ваша мать. В кино с 28 февраля. Я собираюсь пересечь Австралию по пустыне Матали Спрингс до Индийского океана. Это примерно 3000 километров. Когда меня спрашивают, зачем я это делаю, я отвечаю, почему бы нет. План у тебя смехотворный. А может сократить маршрут? Мы с Толей тоже пойдем. Я просто хочу быть одна. Три с лишним тысячи километров. Полгода идти пешком. Ты там умереть хочешь, что ли? Улыбочку. Отлично. Мы закончили. Там легко заблудиться. Где мы? Остаться без воды, без еды. Чтобы там помереть, не надо быть невезучим. По пути я буду оставлять канистры с водой. Ты уверен? На сто процентов. Эй, верблюжатница! Уходи! Проваливайте! Дай ему денег. Мне так одиноко. Все мы одиноки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова